Привет, я Глеб и сегодня я хочу рассказать о проблеме демаркации в психиатрии. Перед тем, как мы доберемся до демаркации, я бы хотел немного поговорить с вами о психиатрии и я прошу поднять руки тех из вас, кто считает, что психиатрия это наука. Это не страшно. Спасибо, я вижу. Я вижу примерно четверть зала, наверное, подняли руку. А кто считает, что психиатрия это не наука и нельзя ее так называть? Я вижу буквально несколько рук и, конечно, у нас большая часть неопределившихся и сомневающихся. Это правильно, спасибо. Мы вернемся к этому вопросу в конце. Я надеюсь, у нас будет больше информации, чтобы делать выводы о том, является ли психиатрия наукой. Хорошо, проблема демаркации в психиатрии. Первое, что мы видим в этой проблеме, ну, кроме неработающей презентации, это красивое слово «демаркация». Демаркация — это на самом деле просто процесс проведения каких бы то ни было границ. Например, демаркация настоящих границ страны — это демаркация. В контексте психиатрии, как и во вкладышах лавыс, демаркация может быть в нескольких аспектах. Есть три аспекта демаркации в психиатрии. Во-первых, что отличает физическое расстройство от психического? Физическое еще иногда называется соматическим. Что отличает психические расстройства друг от друга? Где границы между депрессией и маниакально-депрессивным психозом? И третий вопрос в контексте демаркации в психиатрии — это что делает состояние случаем расстройства? Собственно, об этом третьем вопросе мы, в первую очередь, сегодня и будем говорить. То есть, если вам всегда было интересно, когда вашу безумную соседку-кошатницу, которая завела в своей однокомнатной квартире 30 кошек называют безумной, насколько это оправдано? Насколько действительно можно считать ее безумной? И где границы этих допустимых отклонений? Ну и если вас интересует вопрос о себе лично, если иногда, когда никто об этом не знает, вы смотрите на себя и думаете, но давайте лучше говорить о соседке-кошатнице, это безопаснее. Вопрос, на который мы сегодня будем отвечать, таков. Если здравый ум и безумие существуют, то как нам их различать? Именно этим вопросом интересовался ученый по имени Давид Резенхан, который опубликовал статью, в которой описал следующий эксперимент. В ходе этого эксперимента он сам, а также три женщины и пять мужчин подавались в разные психиатрические заведения в Америке, жалуясь на то, что общепринято можно назвать легкими слуховыми галлюцинациями. Они подавались в 12 госпиталей, в том числе в бедный деревенский, в престижный университетский и в один дорогой частный госпиталь. Они все были приняты в эти госпитали, им всем поставили диагноз шизофрения, кроме одного, которому поставили диагноз маниакально-депрессивный психоз. После принятия в госпиталь они старались изо всех сил вести себя адекватно, говорили, что симптомы прошли, и через срок от 7 до 52 дней их выписали, в среднем они проводили в госпитале 19 дней. Ни один из них не был раскрыт как подставной, персонал относился к ним очень подозрительно. Например, как часть протокола эксперимента они вели очень много записей, потому что им нужно было собрать много данных о том, что с ним происходит. В карте одного из них была прямо обнаружена странная запись writing behavior, то есть персонал интерпретировал все их действия, наблюдаемые, через призму того, что они уже больны. Нозологически все интерпретировал. Что интересно, при выписке они все получили диагноз шизофрения в стадии ремиссии, то есть по сути они все получили стигму психов на всю оставшуюся жизнь. И, конечно, поскольку мы предполагаем, что они все были, в общем-то, здоровыми людьми, то нам нужно признать результат этого эксперимента ошибкой первого рода в диагностике. Ошибка первого рода также называется false positive. Однако это не конец эксперимента. Врачи некоторой другой клиники, имя которой не разглашается поэтическим соображением, узнали о эксперименте, который я вам только что написал, описал, и сказали, что, ну, Розенхан, ты просто обращался в какие-то плохие клиники. Конечно, ты набрал самые плохие клиники в Штатах, поставил на них эксперимент, и теперь спидешься над психиатрией. В нашей прекрасной клинике такого никогда не произойдет. Отлично, сказал Розенхан. Давайте попробуем с вами. В течение трех месяцев он должен был отправить одного или больше пациентов в эту клинику, имя которой не разглашается, и посмотреть, что из этого получится. За три месяца в клинику было принято 193 пациента. 41 из них был отвергнут как самозванец. 42 были приняты, но в карте стояло, что невозможно, симулянты и подозрительные. Розенхан утверждает, что он никого в эту клинику не отправлял. Может быть, были, конечно, какие-то другие исследователи, но они ничего об этом не сказали. Кстати, я забыл вам сказать, в том первом эксперименте, когда проводили опрос не персонала больницы, а других пациентов, то 35 из 118 пациентов нашли симулянтов подозрительными и сказали, что они, наверное, симулянты. То есть другие пациенты оказались более способны выявить симулянтов, чем персонал больницы. Во второй части эксперимента мы видим, что диагностика совершила ошибку второго рода, называемую false negative. И таким образом Давид Розенхан дает вот на тот вопрос, который я поставил в начале, следующий ответ. По всей видимости, никак с существующими методами. И это все, конечно, весьма безумно. Ну вот тут такая большая красная печать insane поверх всего. Ладно. Наука вообще имеет два подхода к вопросу об определении психического здоровья и его границ. Эти два подхода можно условно назвать натурализм и нормативизм. Натурализм основывается на очень широкой посылке, что здоровье и болезнь, в том числе психически, это так или иначе объективные категории, которые мы можем описать и измерить и определить в некоторых объективных критериях. Нормативизм говорит, что с психиатрией так не получится, и поэтому болезнь и здоровье мы можем и должны описывать в контексте норм общества. Я расскажу вам об обоих этих подходах, но начать предлагаю с натурализма, потому что он, как минимум, на первый взгляд выглядит более объективным, более научным. Итак, натурализм. Идея о том, что болезнь — это в некотором роде объективная категория. Внутри этого подхода мы сразу же обнаруживаем большое количество противников вообще психиатрии как таковой. Одним из самых видных противников психиатрии является, как ни странно, психиатр по имени Томас Сасс, который опубликовал очень известную книгу «Миф душевной болезни», в которой приводят следующее рассуждение. Мы можем считать болезнью или расстройством только что-то, что мы можем объективно потрогать и измерить. Ему принадлежит фраза, что болезнь должна определяться на секционном столе, это где разделывают трупы, а не возникать в результате голосования членов Американской ассоциации психиатров. Поскольку для психических отклонений у нас никаких объективных и измеримых таких критериев нету, то и психических болезней не существует. Вот такова его позиция. Собственно, натуралистический подход, он склонен к довольно скептическому отношению к психиатрии, потому что, если мы принимаем натуралистическую посылку о том, что болезнь — это объективная категория, нам придется признать как минимум большую часть истории психиатрии сплошной ужасной ошибкой, потому что наши критерии все время менялись. Если критерии должны быть объективными, значит, как минимум большую часть времени мы были неправы. Либо мы все время были неправы. Возможно, вы никогда не слышали об этой книге «Мисс душевной болезни», но вы, наверное, слышали фразы вроде того, что «Если вы разговариваете с Богом, это молитва, а если Бог с вами, то это шизофрения». Так вот, это тоже Томас Сасс. Собственно, он считал, что шизофрения — это прямо-таки священная корова психиатрии, которая не имеет никаких точных границ и прямо воплощает все те претензии, которые он имел к психиатрии как таковой. Кроме того, он выдвигал аргумент о том, что психиатрия является способом, с помощью которого общество подавляет инакомыслящих. Например, в XIX веке в Америке был такой психолог Сэмюэл Картрайт, который диагностировал у черных американских рабов драпитоманию. Драпитомания — это болезненное стремление к свободе, которое выражается в склонности к побегам и плохому выполнению своих рабских обязанностей. Конечно же, это болезнь, думал Сэмюэл Картрайт, который, я думаю, был белым. Мы можем вспомнить, что признаком истерии у женщин считалось неповиновение мужу, мы можем вспомнить преследование гомосексуалистов, мы можем вспомнить карательную психиатрию в СССР, хотя справедливости ради нужно сказать, что она существовала не только в СССР. Томас Сасс не говорит о том, что никакого, собственно, явления не существует, которое мы называем психическим расстройством. Он говорит, что неправильно называть его психическим расстройством. Например, возможно, у вас есть знакомая, которая всегда носит с собой нож, и вы думаете, ну, она странная. Томас Сасс вам скажет, что нету психически больных людей. В данном случае странный эссимизм для психически больных. Есть люди, у которых проблема с жизнью, которую общество не хочет принять. Если ваша знакомая пережила попытку изнасилования, ну вот если бы такое было с вами, вы бы стали с собой носить нож? А если бы за этот нож вас начинали считать странным? Вот об этом и говорит Томас Сасс. Во многом из его идей выросло антипсихиатрическое движение, которое было очень популярно в 70-е годы. Они выдвигали такие требования, как борьба со стигматизацией. Опять же, вспомните, что в эксперименте Рейзенхана испытуемые получили стигму психа на всю жизнь. Отделение психиатрии от государства, отказ от недобровольной госпитализации по психиатрии и обмена защиты по невменяемости уголовной. Антипсихиатрическое движение, как я считаю, большие молодцы. Многое из того, что они предлагали и продвигали, принято сейчас в обществе. Собственно, гуманизация психиатрии, которая произошла с тех пор, это во многом их заслуга. Но, к сожалению, я не могу закончить лекцию на этой ноте, потому что их главная посылка о том, что нет никаких маркеров объективно измеримых у психических расстройств, сейчас отвергнуто. Это все происходило почти 50 лет назад, с тех пор наша наука и наши методы исследования шагнули вперед. И хотя мы по-прежнему не можем создать полную картину идеологии и развития психических расстройств, мы можем сказать, что если у тебя проблемы с обратным захватом серотонина, то у тебя будет депрессия. Хотя, возможно, у некоторых людей есть депрессия даже без проблем с обратным захватом серотонина. Если у тебя аномальные дофаминовые пути в мозгу, то у тебя будет шизофрения. Но некоторые шизофреники не имеют аномальных дофаминовых путей в мозгу. Таким образом, у нас нет хорошей альтернативы, но, похоже, от натурализма в таком чистом виде, как я его сейчас описал, нам нужно отказаться. Внутри натурализма есть также группа людей, которые считают, что психиатрия – это окей, нужно пользоваться психиатрией, нужно просто найти хорошую натуралистическую концепцию психиатрии. Я расскажу вам о двух таких теориях. Одна из таких теорий называется биостатистическая теория. Она использует следующий подход. Мы берем наше человечество, нашу популяцию, разделяем ее на группы по возрасту, по полу и опционально по расе. Некоторые согласны с этим делением, некоторые нет. Берем каждую из этих подгрупп и считаем в ней среднее. По какому угодно признаку. Все, что статистически нормально, мы признаем нормальным. Все, что статистически ненормально, мы признаем отклонением. Такой подход имеет большой плюс, что мы сразу получаем весь наш статистический инструментарий для того, чтобы определять степень нормальности и степень ненормальности. Однако, с философской точки зрения, этот подход имеет очевидные проблемы. Во-первых, наши исходные группы, которые мы выбрали, они произвольны. То есть, почему мы не включили, например, деление на высоких людей и низких, на богатых и бедных? Мы выбрали какие-то произвольные исходные группы, чтобы наши результаты выглядели более целостно, и объявили это натурализмом, то есть чем-то объективным. Это не очень натуралистично. Кроме того, мы получаем некоторые анекдотические результаты, вроде того, что если ты эскимос, то это расстройство, потому что эскимосов мало. А вот если у нас у всех артрит, то иметь артрит – это нормально, а напротив, не иметь его, если у тебя случайная мутация. Ненормально. И, наконец, со временем наше среднее, если мы его определяем статистически, плывет, оно изменяется, и опять-таки мы отклоняемся от натуралистической посылки, что наша норма – это нечто постоянное и незыблемое. Другая натуралистическая концепция психиатрии, о которой я хотел бы вам рассказать, называется harmful dysfunction analysis, или, попросту говоря, эволюционный подход. Автор этой теории говорит о том, что мы должны слушаться эволюциям. То, что мы делаем в соответствии с эволюционной задумкой – это хорошо, это здорово и это здорово. То, что мы делаем против эволюции, обманывая эволюцию – это плохо и нездраво. Например, у нас есть опиоидные рецепторы. Если мы их стимулируем тем способом, который заключен в нашу нормальную систему вознаграждения, то есть мы занимаемся любовью, мы чего-то достигаем, мы общаемся с людьми, и это хороший способ. Если мы вкалываем себе в вену героин, это болезненный способ. Вот такая у него есть концепция. Джереми Вейкфилд его зовут. Вообще-то, мне кажется, что проблема с этим подходом очевидна. Мы не знаем, что задумала эволюция. И мы можем только иногда этот прием использовать постфактум, когда у нас уже какая-то популяция вымерла, и мы можем подумать, ага, они были приспособлены к этому, они приспособлены к этому. К себе мы его применить почти никогда не можем. Кроме того, большая часть мутаций строительного блока эволюции является нейтральной. То есть у нас не соблюдается дихотомия между здоровьем и болезнью, а у нас какая-то большая сплошная серая зона посередине, что нехорошо. Наконец, есть тоже анекдотические примеры. Например, есть генетическое расстройство, которое называется серповидно-клеточная анемия. Мы считаем, что это плохо, что это болезнь. Эритроциты такие имеют странную форму, они маленькие, они плохо связывают кислород. Но такие эритроциты меньше подвержены заболеванию вирусом малярии. И в той области Африки, где возникла эта мутация, она является позитивной. А здесь у нас на севере, где никаких малярийных комаров нет, она является негативной. И что по этому поводу скажет эволюция? Ну, вообще-то она ничего не скажет, потому что она не умеет говорить. И похоже, что мы не можем использовать ее в качестве мерила в данном вопросе. Хорошо, с натурализмом у нас не очень получилось, давайте попробуем с нормативизмом. Напомню, что нормативизм это такая группа подходов, которая говорит о том, что для определения психического здоровья и психической болезни мы должны и можем пользоваться ценностями какими-то. Вот на этой картинке, например, есть четыре человека, которые судят кого-то на Олимпиаде, и они трое поставили ему разные оценки, а четвертый говорит виновен. Вот этот. Что, собственно, иллюстрирует главную проблему с нормативизмом? Нам нужно как-то договориться о ценностях, а ценности у всех разные. Не похоже, что мы можем прямо взять и всем человечеством договориться. Например, в китайской классификации болезней психических есть болезнь, которая описывается как ощущение беспорядочного движения энергии ЦИ в организме. Я думаю, из сидящих в этой аудитории не все подпишутся под существованием такого расстройства. Или в каком-нибудь очень диком племени, если ты не слышишь голоса своих предков, то, наверное, с тобой что-то не так, с тобой предки не хотят разговаривать. А если бы я сказал, что я слышу голоса своих предков, вы бы считали, что я ненормальный. Таким образом, нормативизм, будучи принят в качестве концепции, сразу вызывает в жизни очень много вопросов. Но, собственно, нормативизм и не пытается быть научным, объективным и все такое. В вопросе о том, какие ценности принимать, подход современной психиатрии говорит, что нам нужно принимать ценности пациента. Добавляя при этом странную фразу, кроме тех случаев, когда он, очевидно, не прав, потому что если ценности пациента говорят, что ему нужно бегать по улице и отрывать людям головы, то мы не можем принять такие ценности. Но если мы считаем, что его ценности, в общем-то, допустимы, то мы должны принять эти ценности и работать с этим пациентом, исходя из этих ценностей. Это, конечно, накладывает огромные ограничения на психиатрию, потому что она сразу оказывается очень далеко от науки, потому что науке нужны измеримые критерии, фальсифицируемость и все такое. В то же время такой подход помогает встать на сторону пациента, гуманизировать отрасль, и, собственно, он достаточно полезен в практике. Я не могу много рассказать о практике. В общем, на этом слайде есть сравнение двух основных классификаторов психических расстройств. В международной классификации болезни есть пятый раздел, посвященный психическим расстройствам, и у Американской ассоциации психиатров есть другой классификатор, который называется Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, или DSM. Собственно, DSM-5 также называют Библией психиатрии. 5 — это название редакции, последний. Вот что DSM говорит по этому вопросу. Психическое расстройство обычно связано с серьезным страданием и ограничением способностей. Диагноз психического расстройства должен быть клинически значимым. DSM подчеркивает, что мы диагностируем психические расстройства у людей, чтобы повысить качество их жизни. Если мы считаем, что у него расстройство, но этот диагноз психически не значим, то есть мы не можем для него ничего сделать, какой смысл ставить ему этот диагноз? Что, по мнению DSM, не является психическим расстройством? Ожидаемая или культурно-нормативная реакция на распространенный фактор стресса, такой как потеря любимого, не является психическим расстройством. Социально-девиантное поведение, например, политические, религиозные или другие конфликты с окружающими, не являются психическим расстройством, кроме случаев, когда они связаны с существенным ограничением способностей, о которых мы говорили раньше. Таким образом, DSM, разделяя нормативистский подход, по сути, ограничивает себя только теми случаями, когда пациенту нужна помощь. Помощь пациенту является целью психиатрии в современном подходе. Помощь пациенту, а не постановка некого правильного, научного, оправданного диагноза. Итак, здесь нужно заметить, что многие психические расстройства являются эгосинтоническими. Эгосинтоническое — это еще одно очень красивое слово, но оно означает примерно следующее. Это такой, который ты ощущаешь в части себя. Если у меня, например, тик, я не ощущаю этот тик в части себя. Ты мне скажешь, хочешь, я тебе вылечу этот тик? И я скажу, ну да, конечно, моя жизнь станет лучше. Если у меня есть какая-то навязчивая идея, например, что за мной следят рептилоиды с планеты Нибиру, и ты скажешь, хочешь, я тебя избавлю от этой навязчивой идеи, я буду испытывать некоторые сомнения, хочу я этого или нет, потому что я ощущаю эту идею, навязчивую, как часть себя, как часть своей личности. И излечить меня, излечить, означает оторвать от моей личности часть, чего я не очень хочу. Возвращаясь к проблеме бабушки-кошатницы. Я думаю, к этому моменту стало очевидно, что, по мнению современной психиатрии, мы не должны признавать ее психически больной, потому что она довольна своей жизнью, она довольна своими кошками, она недовольна только конфликтами с соседями, но конфликты с соседями не являются признаком психического расстройства. По выражению Томаса Сасса, которого я процитирую вам снова, потому что я его люблю, несмотря на то, что некоторые люди ведут себя или смотрят на вещи так, что это вызывает у окружающих раздражение, это еще не значит, что они психически больны. Тем не менее, если вы сосед такой бабушки, и у вас на потолке проступают желтые пятна, потому что эти 30 кошек, ну, понимаете, да, вам, наверное, не очень комфортно принять такую позицию. Я, собственно, не заставляю вас признать, что с этой бабушкой все в порядке. Я только прошу признать, что в психическом отношении у этой бабушки все хорошо. А если у вас есть проблемы с тем, что ваше коллективное хозяйство, ваш дом приходит в упадок от ее поведения, то это юридическая проблема, и решать ее нужно в юридической плоскости. Вы, в сущности, можете посадить эту бабушку в тюрьму. Я не буду иметь против этого очень много... Я не буду очень против этого. Не нужно только говорить, что вы запираете ее в психической лечебнице, потому что ей так лучше. Ей так не лучше. Это нам, как общество, так лучше. Мы, как общество, хотим защититься от некоторых проявлений таких людей. И было бы лицемерием говорить, что мы действуем в их интересах. Мы действуем в своих интересах, что, в сущности, нормально. На случай, если у вас еще остались какие-то сомнения в том, что я вам сегодня рассказывал очень много о субъективности диагностики, я бы хотел привести еще несколько цитат. Вот, например, цитата из DSM-4, предыдущей версии, из преамбулы. Не существует определения, точно описывающего ее границы понятия психического расстройства. Напоминаю, что это преамбула к книге, которая называется «Учебник по диагностике психических расстройств». Вот цитата из статьи 2013 года. Психиатрические диагнозы все еще основываются скорее на призрачных субъективных суждениях, чем на объективных биологических тестах. Если после этой лекции в вашем разуме что-то останется, я бы хотел, чтобы в вашем разуме остались следующие выводы. Во-первых, методом современной психиатрии, во всяком случае лучших ее проявлений, является сочувствие. Мы не можем разобраться в том, как работает человеческое сознание. Во всяком случае, пока не можем. Это очень сложный механизм. Но в то же время у нас есть свое собственное сознание, примерно настолько же сложное, мы тоже не знаем, как оно работает, но это сознание, наше сознание, способно к эмпатии. То есть доктор способен провзаимодействовать с пациентом на таком уровне, который наша наука пока не может описать. И он может помочь пациенту. Он может помочь пациенту жить в обществе и обществу жить с пациентом. Безусловно, психиатрия не является наукой. В частности, психиатрия не является отраслью психологии, которая является наукой. Психиатрия является отраслью клинической медицины. И, соответственно, целью психиатрии является облегчение страданий больных, улучшение их качества жизни, а не погоня за научной истиной. Я надеюсь, что в ходе сегодняшней лекции я рассказал вам, что несмотря на то, что психиатрия не является наукой, она нам нужна, и она делает наше общество лучше. Спасибо. Продолжение следует...